всем привет вы слышите лёшу халецкого и это видео помощь новичкам да и думаю некоторым опытным игрокам в стелларис хочу рассказать о некоторых возможностях развития ну в общем сделать такой гайд по игре чтобы вам было проще начать и проще разбираться и чтобы вы сами до некоторых неочевидных вещей не доходили в процессе игры а сразу могли приступить к более качественному захвату галактики начну с самого начала когда вы создаете новую игру естественно у вас тут будет какое-то количество заранее созданных разработчиком нации но не обращайте на них внимание сразу создавайте свою ведь у меня уже тут три создана причем вот там где оранжевая птичка такая то значит что вы сможете этой нации играть в сети так что создаете новую портрет название имена и название название и класс внешний вид города звание империи флаг и прочее это ничего не скажется на игре это можете выбирать абсолютно разное ну даже для примера приведу родной мир видите тут их 7 штук но на самом деле выбор только влияет те какие планету вам будут более удобны для заселения это никаких бонусов никаких штрафов не дает и всегда в начале игры всех инопланетных рас всегда найдется под боком хоть арктический хоть тропический хоть засушливый или пустынный мир это не важно а вот что важно это во первых признаки во вторых принципы и исходя из принципов правительства вы еще кто-то может добавить что правитель но на самом деле зависимости от того какой вы тип правления выберите он все равно через некоторое время поменяется так что на правителя не стоит тратить особо внимание значит начну с признаков вы можете взять четыре признака которые будут либо в минус либо в плюс вашей империи они у вас будут всегда и поменять вы их не сможете хотя могу отметить что когда вы захватываете другие планеты там будут инопланетяне с другими расовыми признаками более того когда вы будете колонизировать другие планеты вы можете выбирать колонистов не со всеми расовыми признаками и последнее вы еще в течение игры вы сможете открыть такую штуку которая меняет генотип инопланетян собственно и ваш вы можете выбирать каких-то определенную группу и каких-то из признаков убирать или добавлять тем не менее это не так сильно на самом деле на игру влияет а вот вот это начальные расовый признак очень сильно потому что вам придется с этим развиваться останавливаться подробно на каждом признаке я не буду тем более что тут никаких по моему проблем не должно быть например вот хотите чтобы у вас больше было энергокредитов то вот плюс 15 процентов энергокредитов будет добывать это раса на планете если работник стоит именно на добычу энергии да умные ну соответственно увеличивается убыстряется открытие технологий из отрицательных качеств мне обернаются отвратительные особенно в сетевой игре потому что если против компьютера но это дается штраф определенный к дипломатии то в сетевой игре это никак не сказывается по хорошему а за счет этого вы сможете взять один положительный хороший признак но что более важно правительство и принципы здесь надо понимать что те принципы которые противопоставлены друг дружке вы их не можете принять одновременно то есть милитаризм противопоставлен пацифизму ксенофилия естественно ксенофобии противопоставлено коллективизм индивидуализму материализм спиритуализм тут все логично вы можете одну либо что-то фанатичное выбрать и одну обычного типа и за счет комбинации вот этих признаков у вас появляется выбор формы правления что из этого лучше всего брать ну так как на данный момент а я делаю этот гайд еще когда не вышел ни одно дополнение так на всякий случай уточняю конечно милитаризм очень неплох потому что все равно победить здесь возможно только войной захватив практически всех однако я вам просто объясню вот кроме вот этих бонусов которые тут написано что значит прирост влияния при соперничестве и соответственно у пацифизма наоборот меньше прироста влияния при соперничестве зато вы больше посольств можете сделать когда вы встречаете какую-то расу вы можете объявить с ней соперничество и тогда очки влияния будут у вас добавляться так вот при милитаризме это происходит быстрее тем не менее вы на самой высокой сложности действительно можете столкнуться с альянсом с которым воевать будет довольно тяжело при этом пацифизм брать на данном этапе вообще бессмысленно потому что кроме вот плюс 20 процентов к пище здесь ничего удачного для хорошего развития в стелларисе нету если выбирать между спиритуализмом и материализмом то опять же в зависимости от вашего стиля игры мне спиритуализм не очень нравится потому что бывают некоторые события случайные в игре на которые спиритуалисты реагируют не совсем адекватно то есть например там пролетела комета в зависимости от того какой вот вы выберете принцип да вы по-разному ваша как бы нация по-разному на это все влиять будет реагировать на эти события так вот спиритуалисты всегда считают что это какой-то плохой знак комета которая ведет там к воинам и прочему и у них счастье понижается при этом например если вы играете за материалистов то наоборот надо исследовать класс зашибись то есть мне вот этот то есть спиритуализм и такие религиозные чуваки типа мне это не очень на самом деле нравится но опять же повторю тут зависит от вашего стиля игры ну и надо понимать что спиритуализм даст вам в будущем среди воинов псиоников а материализм роботов ну между ксенофили и ксенофобии я естественно выберу ксенофили но опять же в данном случае это при игре с компьютером потому что если вы видите ксенофобию ну реально вам очень будет тяжело соседями хоть как-то мириться практически всегда будут проблемы с соседями и на очень высоком уровне сложности ну они начинают с вами серьезно разбираться с другой стороны если в сетевой игре и вы планируете играть через рабство то пожалуй ксенофобия лучше но опять же по моему в сетевой игре оба вот этих принципа не особо влияют и наконец коллективизм или индивидуализм это видео создано при поддержке справочника и карты 2gis в мобильном 2gis есть возможность быстро авторизоваться через социальные сети избранные адреса будут храниться в личном кабинете и синхронизироваться на разных устройствах и в онлайн версии 2gis если быть точным мне в индивидуализме не нравится что дополнительно 5 процентов очков влияния стоит смена принципов с другой стороны энергокредиты в моем понимании лучше вот то есть плюс 10 там ну сколько-то процентов к энергокредитам лучше чем меньшее потребление пищи потому что у меня никогда почему-то не бывает проблем с ростом колонии а вот с энергией бывает и тем более вам не придется больше строить в этих энергостанций быстрее выходить в эти технологии так что по мне индивидуализм все-таки предпочтительнее если вы конечно не собираетесь играть через рапс ну и соответственно в зависимости от того какие вы выбираете тут принципы у вас будет выбор форм правления здесь невозможно сказать что лучше что хуже потому что они все-таки немножко меньше влияют на развитие чем принципы тем более что выбор форм управления опять же зависит того какие вы принципы возьмете и опять же эти формы правления тоже влияют и на квесты которые вам будут выпадать например вот при прямой демократии каждый раз выбирая лидера он дает какие-то определенные обещания если вы за пять лет его правления эти обещания выполните которые он дал то вам дастся дополнительно сколько-то очков влияния в каких-то формах правления только смерть лидера его меняет я вам просто рекомендую периодически вот менять эти принципы в каждой новой игре попробовать все эти формы правления последствия вам больше понравится еще наверное стоит отметить начальные типы вооружений и и сверхсветовые технологии но вооружение на самом деле тут не особо влияет на игру хотя конечно рекомендую изучать именно то оружие которое вы выбрали изначально но вам ничего не не мешает перейти на какое-нибудь другое на самом деле а вот сверхсветовые технологии это важно есть три варианта варп прыжок червоточины и гипер пространство варп прыжок вы двигаетесь по тем коридором которые проложены между звездами это более всего понятно новым игрокам но вы из этих коридоров никуда перейти не можете вы либо двигаетесь только по ним либо никак причем от звезды к звезде вы не можете как-то перескочить червоточины конечно более интересно но в начале во первых не всем понятно во вторых в начале сложновато развиваться то есть ваши корабли могут только перемещаться между системами в которых построены специальные гипер пространственные червоточины которые вы строите строительным кораблем соответственно но зато вы можете перемещаться на очень большие расстояния сразу через много систем и все это происходит еще и намного быстрее чем вот варп коридоры но вам приходится тратить и ресурсы на постройку этих червоточин и содержание энергии они какое-то определенное стоит правда немного и со временем есть когда вы научитесь построив везде червоточины будете очень быстро перемещаться по своей галактике но тут надо потренироваться конечно как играть я вам все-таки рекомендую этот вариант точнее я видите я вас обманул вот гиперпространство это по определенным коридорам а варп прыжок он позволяет просто между звездами двигаться но проблема между варп прыжком и червоточинами что во первых вы очень долго будете входить в гиперпространство и расстояние все-таки со временем будут намного меньше чем между червоточинами то есть если в начале вы просто можете между звездами вы так прыгать то с помощью червоточин со временем вы начинаете передвигаться много дальше ну и гиперпространство вот это вот те самые коридоры которые которыми соединены звезды которых я и говорил мне кажется вот поиграв всеми тремя способами что самое крутое это конечно червоточины в плане скорости перемещения дальности и прочего но это приходит со временем а не сразу вот вы появляетесь одинокий беспомощный в галактике своей и что же делать первым первым делом вообще на самом деле экономика стеларисе просто как две копейки по-хорошему на самом деле тут всего два ресурса которыми вы можете постоянно как-то регулировать и что-то делать что влияние она не так сильно ну она намного что тратится но вы не можете быстро увеличить его или уменьшить тут надо стратегическим влиять на все это дело а вот энергия и минералы это то самое важное за счет чего будет расти ваша империя и в этом плане конечно игра очень простая когда ты в ней разбираешься значит минералы вам нужны для того чтобы все строить а энергия на то чтобы это все содержать поэтому по-хорошему минералов у вас должно быть много-много-много постоянно а энергию желательно держать просто в плюсе то есть чтобы прирост энергии был положительный там ну плюс четыре хотя бы что каждое строительство чего-то нового будет добавлять что-то и вам надо постоянно задумываться вперед и когда вы что-то строите понимать что у вас энергия будет идти в минус и примерно представлять откуда вы эту энергию возьмете но чтобы прям ее чтобы у вас было ее много это совершенно необязательно потому что тратится на по-хорошему только если вот на расчистку поверхности на планетах вот прямо единомоментно вот эти в данном случае будет стоить 35 энергии 35 минералов единомоментно вот вы сразу потратите все остальное покупается чисто за минералы откуда берутся минералы значит ну вообще все все берется вы либо на планете можете построить добывающую какую-то станцию либо на системе когда вы ее исследуете тогда открываются какие-то добывающие штуки на самих планетах и там вы можете построить стр строительным кораблем добывающую станцию так вот изначально никогда не спешите со строительством добывающих станций на на вот в звездной системе сначала постройте все на планете потому что на планете вот смотрите добывающие предприятия вот на минералах на добывающие предприятия 2 минерала стоит 60 минералов и одно содержание а если вы будете использовать строительный корабль то добывающая станция стоит 90 минералов то есть на 30 минералов больше поэтому я вам рекомендую в первую очередь именно на планетах все строить все-таки извините на целую треть в минеральном выражении дешевле далее вы конечно исследуете в первую очередь планетарную систему научным кораблем вы можете сразу и начать исследовать поставить на автомат просто вот правой кнопкой на планете на звезде на чем угодно выбираете напишите изучить систему и сразу научный корабль видите прокладывает маршрут более того мы можете сразу на несколько систем это сделать зажав shift зажимаете shift опять же изучать систему и вот продолжает эти научный корабль тот же он тут вот исследовал потом уходит и продолжает исследовать следующую вообще тут все корабли работают по шифту то есть вы точно также можете строительный корабль отправлять чтобы он много добывающих станций построил и не обращать на него внимание флот можете так отправлять там например напасть на защитную станцию потом shift он бомбардировать планету потом шифтом следующую планету бомбардировать это все без проблем будет так что shift всему голова но вернусь к развитию всегда первым делом старайтесь добыть добыть как можно больше минералов это вот основа вашей экономики если у вас нету минералов то вы соответственно ничего построить не можете ни от кого защититься не сможете так что ищите там где много минералов далее наука наука конечно важна всегда важна естественно но стеларисе на нее в начале не обращаешь внимание тем более что вот военные технологии они не так сильно друг от друга отличаются если уж так говорить ну вот в данном случае конечно выберу электростанцию исследовать в обществе колониальный корабль и в технологиях двигатель чтобы быстрее и вообще вначале вам рекомендую как можно быстрее исследовать колониальный корабль и к моменту его исследования уже накопить 350 минералов чтобы колониальный корабль построить две планеты для начала это то что надо как увеличить убыстрить это исследование вот смотрите в разделе правительства есть такая штука как политики ну а первое обязательно посмотрите все эти вкладки разберитесь с ними но вот эти вот эти три вкладки форма управления бюджет и демография как бы вам не дает ничего сделать по-хорошему это просто информационные экраны на которых вы можете понимать куда у вас уходят деньги откуда приходят такая форма управления и так далее а вот в политиках вы можете много изменять и это будет влиять на развитие вашей империи так вот в данном случае чтобы быстрее открыть колониальный корабль и вообще в дальнейшем я обращаю ваше внимание если вам надо что-то быстро открыть как в какой-то из в какой-то из областей науки то что надо делать вот в данном случае у нас видите плюс 4 процента 360 надо социальных технологий вложить в развитие в открытие колониального корабля так вот идете в политику во первых поощрение свободы мысли добавляете когда вот наводите кстати тут всегда по пояснение есть плюс 10 процентов к техам но зато плюс 15 процентов к смене принципов но мы никаких принципов сейчас сменять не будем так что это все нормально и гранты на социологические исследования еще плюс 30 процентов теперь опять идем в науку и видим плюс 44 процента стало было плюс 4 процента а теперь плюс 44 и колониальный корабль же только за 50 месяцев намного быстрее откроется чем было вы отправили научный корабль полностью изучать вот рядом находящиеся солнечные системы но и не забывайте о своем флоте флот тоже может являться разведчиком причем разведчиком довольно важным он будет находить где есть соперники рядом с вами в том плане что ну всякие такие нейтральные которые могут напасть на ваш научный корабль и его разбомбить кстати еще обращу ваше внимание что у научного и строительного корабля есть вот такая штука как тактика изменяя ее вы можете влиять на действия в системах где эти корабли встречают противника который может на них напасть так вот я вам рекомендую все таки ставить уклонение и в этом случае если научный корабль залетит в систему или строительный где есть какое-то существо или флот который может ну который может на вас напасть то научный корабль сразу же попытается уйти в дружественную систему ну а также тут есть наблюдение это когда вы влетаете в эту систему где есть корабль который может на вас напасть научный корабль все равно продолжает там заниматься своим делом и умирает в страшных корчах и мучениях так что я все таки рекомендую заниматься уклонением сразу чтобы не терять особенно начальном этапе игры свои корабли но вернусь к флоту что ваш флот тоже может искать так тут что-то уже началось и еще почему важно использовать ваш военный флот для разведки вы не можете конечно полностью им исследовать солнечную систему но понять какие планеты там есть и в какие солнечные системы в первую очередь имеет смысл отправлять научный корабль вы сможете благодаря этому вот смотрите у меня пока научный корабль исследовал мою родную солнечную систему я полетал по соседним своим флотом и выяснил что вот видите тут есть две планеты тундровая и засушливая тут арктическая и океаническая и засушливая и тут тундровая так как мой родной мир арктический и мне типа подходят моей вот этой империи паучков восторженная анжела арктические миры то соответственно я в первую очередь полечу вот эту солнечную систему исследовать научным кораблем у тебя сейчас уже исследовал свою домашнюю солнечную систему и потому что я хочу узнать вот это арктической арктический мир насколько он хорош для заселения поэтому никогда не забывайте отправлять свой флот военный флот на разведку вот с помощью моей флотилии не научным кораблем а только военным флотом я практически исследовал все в моем радиусе куда я могу долететь я увижу что вот у меня арктический мир ну правда суда я уже научным кораблем слетал вот тут арктический мир вот тут арктический мир вот тут арктический мир то есть на эти солнечные системы мне надо обратить внимание и до того момента как у меня будет открыт колониальный корабль то есть 18 месяцев мне желательно вот эти планеты исследовать ну эту планету я уже точно не смогу исследовать потому что здесь сидят такие летающие штуки очень сильные которые не могу сейчас победить поэтому вот эта планета эта планета и это у меня в перспективе для заселения обычно ну изначально вам доступно для заселения 5 планет есть еще формы правления которые в начале эта штука увеличивает но в среднем практически у всех в начале 5 планет только с течением времени с технологиями вы можете это количество увеличить до 6 до 7 планет но я не знаю нужно ли это если вы не увеличиваете то вам придется пользоваться секторами об этом чуть немножко попозже я вам хотел сказать лишь то что не стоит спешить заселять прям все 5 планет объясню сейчас почему да кстати еще отмечу что при нажатии вот в нижнем левом углу есть кнопка помощь вас перекинет на википедию стеллариса там много всего полезного написано правда на английском языке имейте это в виду так вот каждая новая планета это плюс 10 процентов к стоимости технологии на изучение я когда первые игры играл думаю странно у меня такая огромная империя а я отстаю от компьютера по техно ну и сильно давно отстаю по технологиям думаю вот опять им какие-то там бонусы дают нет на самом деле просто маленькие империи будут реально изучать все быстрее у них меньше планета штраф на планеты распространяется вообще на все планеты которые у вас есть то есть если у вас огромные империи вы там поглотили вассалов приличный штраф будет более того один процент еще к стоимости технологий за каждый за каждого жителя на вашей планете будет так что большое количество планет и большое количество жителей на них дает определенный штраф к технологиям имейте это в виду и вы вполне можете начать отставать по ним правда на данный момент все-таки выгоднее иметь много планет потому что за счет этого вы у вас больше космических станций вы можете больше строить кораблей и даже если ваши ваш флот будет технологически хуже развит чем у соперника за счет мяса вы всегда можете победить но тем не менее вы должны понимать что количество технологии скорость скорость открытия новых технологий обратно пропорционально количеству планет поэтому в начале я вам не рекомендую все таки спешить с быстрым расселением к тому же еще есть такая штука что пока планета не станет колонией и колониальный корабль это некоторое время должно пройти у него очень высокое содержание по энергии там минус 7 или минус 9 даже то есть вначале вас энергии то и совсем немного я рекомендую спешить только в том случае если вы нашли рядом соседа и он действительно ну претендует на какие-то солнечные системы и звездные системы которые рядом с вами тогда надо поспешить и быстрее эту систему занять в другом случае быстрое расселение очень невыгодно в стелларисе вы постепенно постепенно заселяете планеты когда у вас уже экономика более-менее стабильное и научные исследования у вас есть откуда брать науку действительно у вас там создана для этого все условия чтобы вы понимали как немножко устроена вот на той же вики стеллариса есть такая небольшая табличка что 40 на силе империя с населением в 40 дает столько же науки как империя с населением в двадцать пять 60 населения как 30 210 населения как 42 населения в маленькой империи поэтому большая империя в некотором роде тормозит свое технологическое развитие еще частенько я видел такие вопросы как планета в моих границах но я почему-то не могу там ничего добывать вот например витя хан нам тер типа в моих границах но если я туда строительный корабль отправлю то я не могу здесь поставить добывающую станцию и мне пишет что данная планета вне пределах ваших границ на самом деле надо ориентироваться вот на эти шестиугольники прийти если повернуть то на самом деле окажется что планета не в границах и вообще все планеты они как бы трехмерные то есть видите вот это ниже находится на самом деле чем чем вот это это вот выше то есть они так немного не двухмерно а в плоскости расположены все эти звезды звезды я так скажу звездные системы и вот чтобы проще было ориентироваться разработчики сделали проекции на двухмерное пространство и звездная система спроецирована таким вот шестиугольником так вот если этот шестиугольник в ваших границах значит действительно звездная система в ваших границах и есть если же нет то соответственно вы там и не сможете ничего добывать имейте это в виду чтобы не было вот таких вопросов почему ничего не получается загрузил уже более дальний сейф и немножко за другую за настойчивый токсоплазмо сыграл чтобы показать вам некоторые другие функции но вот о чем я говорил например в в обзоре но на всякий случай в гайде скажу не думаю что тут люди могут находить гайд и по другим вариантам у кораблей есть разные корпусы вы их можете менять это не особо очевидно но вот в данном случае перенос нос у ну давайте перейдем самый большой нос тут кто линкор да вот чтобы поменять нос вы нажимаете на нос и соответственно у вас видит шесть разных вариантов чем они отличаются это тем что что на них можно разные варианты оружия поставить в данном случае у меня стоит импульсный разрушитель да здесь одна большая две больших ячейки для оружия две больших две средних и одна маленькая ячейка для систем вот в данном случае видите у меня стоят два оружия спрашивается нафига мне такое если я могу какую-нибудь поменять чтобы больше туда всякого всунуть систем правами тут никаких нету на данный момент если я хочу первое чтобы у меня были какие-то самолеты летали я ставлю вот нос разрушитель массы и могу сюда добавить звено разведчиков либо жгуте жгуте камеба это такие самолеты которые будут вылетать из ангара во время боя не надо если я хочу больше оружия но в меньших системах то есть вот не две больших а например три средних и две маленьких то я выбираю вот разрушитель душ какая разница между ними почему там две большие либо средние опять же вот вы ну в данном случае вот лучевое копье оно может быть только большое но у меня есть еще плазменная пушка я вот выбираю что две две больших плазменных пушки нанесут примерно урон 22 и 6 а три средних будет 15 где-то 16 и 1 и еще две маленьких так 15 и 1 и еще плюс 5 где-то 20 то есть все таки выгоднее две больших поставить плазменных пушки чем три средних и две маленьких опять же вы смотрите я смотрю средний урон в сутки я не смотрю сколько там ущерба замедление естественно там еще рассмотреть у соперников от чего защита будет но вот это вот эти корпуса вы можете менять и естественно они все с самого начала вам недоступны вы их постепенно опять же открываете во время исследования новых технологий дальше флоты вы их можете объединять и разъединять более того вы можете на них ставить на горячие клавиши всякие вот в данном случае у меня стоит на горячую клавишу единицы вот этот восьмой флот стоит на горячие клавиши control и цифра control 3 например control 4 и вот сейчас я буду переключаться чисто вот нажимая на горячие клавиши один два три четыре очень удобно особенно если если они у вас в разных системах для того чтобы быстро перейти к этому флоту два раза просто нажимаете на горячие клавиши у вас сразу переносит к этому флоту если вы сетевой игре играете это может вам сэкономить очень много нервных клеток и энергии я вам рекомендую частенько заниматься разделением флота и собирание флота вот разделить флот вы нажимаете либо кнопочку v либо вот на эту пиктограмму для того чтобы ну например там в разные системы полететь и бомбить корабли да а для объединения либо горит горячая клавиша г вот вы прилетите в одну систему разными флотами выделяете их и кнопочка g они начинают сближаться и объединяются в один флот тоже часто спрашивали как вот увеличить вместимость флотилии ну во первых когда вы наводите вот на все эти штуки в игре тут очень подробные подсказки по-хорошему я еще раз повторяю в любой игре всегда наводите на какой-то параметр вот если нету подсказок я бы сказал что-то игра плохая потому что не очень дружелюбно к пользователю стеларис в этом плане хорош хоть тут и интерфейс плоховат действительно не очень но вот в плане подсказок тут все замечательно и тут можно все выяснить так вот видите базовое значение 5 то есть в самом начале у вас маловато флотилий добавляется но за счет колонизации планет и строительства космических станций рядом с планетами больше всего дают именно космические станции сейчас я перейду в свой сектор течение свой сектор в свой основную планету где тут моя столица вот космическая станция космопорт и за счет строительства космопортов космопортов и тоже их улучшение каждое улучшение тоже добавляет какое-то количество вместимости для флотилий вы увеличиваете возможности строительства кораблей и больше всего именно космопорт добавляет к флотилиям хотя есть и технологии на увеличение и колонизация планет тоже добавляет но больше всего именно космопорт ну отмечу еще штрафы чтобы вы примерно знали когда вы превышаете вместимость флотилии у вас снижается скорость постройки новых кораблей и они начинают требовать больше содержания энергии когда у вас больше планет соответственно опять же у вас меньше энергии идет к вам от этих планет и больше влияние вы на них тратите если вы превышаете но вот так-то в минусе можно энергию держать но если у вас уже вообще всего ноль энергии и вы еще в минус идете тогда у вас не колонии не могут расти и не строится ничего не может то есть вот это когда энергия прямо в минус ходит это самое самое плохое на самом деле что может произойти так что не допускайте такого ну как видите у меня тут очень большая система и естественно я их разбил мои планеты по секторам потому что я максимум могу 5 вот мои основные планеты вот они 5 штук а все остальное у меня разбито на сектора и вот мои сектора кстати нажав на сектор вы естественно можете его раскрыть и увидеть какие тут планеты вообще находятся как управлять секторами я вам рекомендую просто смотреть чего здесь больше и делать на эту в этом секторе фокусировку фокусировку тут три фокусировки либо оборона либо промышленность это минералы наука соответственно вот эти научные и финансы соответственно энергия финансы это энергия когда вы делаете специализацию в этом секторе будет строиться именно все на эту специализацию вклад сектора здесь вы можете выбирать сколько сектора будет вам давать либо вообще ничего то есть он будет все бросать на свое развитие либо 25 процентов 50 и максимум только 75 процентов в данном случае когда ничего эти он по нулям дает потом 25 процентов 10 энергии 22 минерала 21 энергии 44 минерала и 32 и 66 наука при этом дается полностью полностью вот обратите ваше внимание я вот навожу ведь и исследование у меня больше всего именно от секторов так что в этом плане не волнуйтесь что вы там сектора переводите какие-то научные планеты нет наука вам будет перекидываться полностью что еще вы можете разрешать или запрещать замену сооружений секторе и здесь что значит уважайте плитки ресурсов вот это дебильный такой конечно перевод я вам объясню у вас на планете может быть могут быть квадратики с определенными ресурсами блин сейчас я открою ну тут не видно у меня к сожалению вот на данный да вот видите вот у меня клетка вот если убрать тут сооружение то на клетке два минерала и одна еда так вот если вы уважай если вы отметите в секторе уважать то на этой плитке будет построена именно добывающая станция минералов то есть тут не может не будет построена добывающая энергию станция что тут на этой плитке нету энергии кстати интересно что на количество планет в секторах вот это ограничение никак не влияет то есть вам может только пять планет зато в секторе может быть хоть их 40 плен он все равно будет нормально функционировать ну и в середине игры вот у меня частенько бывает у меня нету проблем со складированием минералов потому что он никогда не доходит до максимума ведь и в данном случае 20 тысяч зато энергия обычно всегда либо очень много либо очень мало и и когда она у вас начинает подниматься вот 5000 с максимум я всю энергию лишнюю в сектора скидываю но вот видите у меня практически все сектора энергии своей забиты под завязку вот новый только недавно появился хава это наверное я кого-то какую-то империю обратил в свою наверно где-то тут было вот так что не забывайте минералы и энергию скидывать в свои сектора таким образом вы и сами сможете больше накопить а во-вторых ну вот как скидывает во-вторых вы увеличиваете развитие вашей империи секторов на которые вы сами не влияете ну и конечно не забывайте сажать губернаторов в сектора за счет этого развития будет проходить лучше ну и последнее пожалуй то что ну на самом деле много всего можно рассказывать вы задавайте свои вопросы в комментариях последнее еще обращу ваше внимание на то что на самих планетах вот многие не знают что можно вот выбирать вот жители в этом квадратике и что-то с ними сделать как можно их поработить переселить устроить геноцид но это моя личная планета но вот в данном случае я могу поработить поселение либо его одного либо все население раз и вот настойчивый таксоплазмоз как работает работорговля вообще рабы и роботы либо я в другой раз расскажу либо вы уже сами разбирайтесь потому что по моему в этом ничего сложного тут именно сложность в том что немногие знают как это создать как создать рабов как создать роботы кстати тоже тут же строится просто я не могу их строить у меня нет такой возможности именно у моей расы но тут тоже есть такая кнопка построить робота и он будет на этой клетке тут что-то обрабатывать ну и геноцид соответственно когда вы кого-то захватываете чтобы уничтожить нафиг коренное население вы устраиваете геноцид и постепенно оно уходит кроме того есть возможность еще переселение вот вы там заселили какую-то новую планету еды там практически нету и а вам надо ее заселять то вы выбираете вот переселить выбираете на какую планету на как в какую планету на какой в какой район да но это я тут уже никак не смогу сделать потому что у меня тут по моему все занято все планеты уже заселены под завязочку так что никак это не сделать и вы будете платить еще определенное количество влияния так что вот переселение довольно дорогая штука лучше уж выращивать жителей на самой планете но если это невозможно то имейте ввиду что есть еще такая возможность и еще отмечу жители от голода здесь не умирают если у вас на планете голод то вы тут начинаете получать определенный штраф к добыче ресурсов к минералам к энергии но умереть жители на планете от голода не могут в данном случае у меня нету голода просто идет минус пока но если будет голод тут получится появится определенный штраф так ну на этом пожалуй пока все просто опять огромный гайд получился много всего можно рассказать про стеларис задавайте вопросы если будут ну если он будет популярны и это будет нужно людям сделаю вторую часть на этом все играйте в умные игры и пользуйтесь два гиз спасибо что засорили до конца я лёша халец и тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы царили до конца видим она вам понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры